здравствуйте дорогие друзья гости ну и конечно же подписчики моего канала с вами Вести Генрек и сегодня мы посмотрим небольшой участок азербайджана а если точнее то восточного азербайджана странное горное образование которое здесь находится и начну я с меточки дома и первое что здесь необычного увидел это террасы практически во всех этих горах вот такие странные террасы да многие скажут да что тут такого странного ли ты увидел в этих террасах ну во первых форма этих террас это первое во вторых это количество террас и тем более все эти террасы ну не совсем уж они и похожи на террас если честно для чего они сделаны не ясно дело в том то что они не засеяны как во многих странах не используются сейчас в наше время да многие скажут ничего тут странного нету в этих террасах раньше люди занимались земледелием садились сейчас все забросили в том то и дело почему все забросили почему люди собрались в кучке вот таких небольших поселках разъехались по городам почему перестали заниматься земледелием тем более если посмотреть сейчас наше население вообще на земле то она гораздо больше чем в прошлом как нам официальные историки говорят то получается кто создавал их тогда вот эти вот странные террасы какие люди для чего почему забросили почему именно высоко в горах их создавали эти террасы а также давайте посмотрим как раньше тогда люди в этом месте жили сейчас да конечно уже эти пещерные квартиры дома переделают под современные заселяют как видите вставляют окна балкончики красиво что я могу сказать я бы и сам не прочь в таком доме такой домик приобрести я люблю вообще фантастические формы конечно скорее всего такие дома очень сложно отапливать очень сложно жить но вот как на летний сезон я бы не отказался да и вообще бы просто такие места бы я поездил с удовольствием посмотрел бы пофотографировал посмотрите как все это фантастически выглядит посмотрите из каких блоков допустим каменные ступеньки они выкладывают это же вес огромный каждого блока сами представьте это вам не в тренажерный зал сходить в фитнес-центр это камешки сначала вырубить надо потом их затащить на гору и разложить вот такими ступенями или хотя бы вот эту стеночку выложить из таких камней а также представьте какой труд требуется чтобы создать вот эти террасы и какое количество народу здесь таких террас миллионы дорогие друзья практически все горы вот в этих вот террасах сейчас мне кажется в наше время предоставь трактора местному народу они то делать не будет я не говорю именно про всех азербайджанцев или именно про азербайджанцев я про общее человечество наше говорю как видите практически все наши террасы они не используются сейчас это можно посмотреть по годам ни в один год ничто с этими террасами не делают не садят не обрабатывают их вот я говорю у нас изменения в обществе произошло все хотят просто зарабатывать работать никто не хочет а также что я еще здесь интересно увидел помимо таких вот странных интересных домиков которые вырубают вот таких вот геологических останцев как их официально называется останцы то есть вымывается вокруг порода более мягкая и появляются вот такие вот скульптуры и в них уже как видите далее народ то ли до вырубают пещеры и начинает жить то ли эти пещеры самого начала там были по крайней мере я не знаю но фантастически все эти пещерки выглядят такие же пещеры у нас каппадокии да и вообще именно вот такое строительство если посмотреть в общем то они практически все находятся вот на этой каменной реке на которой я вам как-то говорил то что эта каменная река произошла от удара космического тела в пустыню токламакан вернее в пустыне токламакан она взорвалась и вот каменная река как двинулась в сторону средиземного моря пересекла и разделила так появилось черное море и средиземное море и вот этот каменная река на этой каменной реке и находится турция армения азербайджан ну и очень много других стран вот именно в этих странах и строят вот такие вот странные пещерные домики также если внимательно смотреть то все эти горы все эти геологические образования состоят из глиняной каменной структуры но мы давайте еще посмотрим что интересного именно в этом месте можно увидеть как видите я несколько меточек здесь оставил буквально с другой стороны этих гор также ущелье интересное есть если также внимательно смотреть то мы увидим то что все эти горы а горы это совсем другие не так как сверху выглядит они засыпаны просто глиной глина сейчас со временем вымывается водной эрозией то есть дождями и обнажается совсем другая структура внутри это отлично видно как по фотографиям так и по google снимкам давайте сейчас более внимательно рассмотрим это ущелье я вам такие уже горное образование показывал они похожи на каменные лепешки или оплавленные горы вот здесь отлично это видно как водой верхний слой глины смыло и обнажилась совсем другая структура в этом ущелье также здесь предостаточная фотографии которые нам это покажут вот посмотрите как на самом деле выглядят горы под слоем глины правда ли фантастически все это выглядит посмотрите какие камешки округлой формы интересно откуда столько глины у нас вообще на земле взялась как вы думаете дорогие друзья почему у нас везде куда ни плюнь везде глина как в россии так и в других странах везде дорогие друзья везде глина и везде она только сверху если внутри покопать то под глиной мы увидим или слой угля или вот такие вот каменные скальные образования не кажется ли вам это интересно может быть в прошлом был не глиняный потоп а может быть глиняный дождь как вы думаете сейчас же много теории о глиняном потопе может быть надо говорить не глиняный потоп а глиняный дождь откуда у нас на земле столько много глины вот здесь также google снимки показывают что верхний слой глины размылся и обнажилась скальная структура вот таких вот странных округлых гор и это нам отчетливо показывают google снимки давайте еще несколько фотографий посмотрим этого места место фантастическое вот так эти горы выглядят что находится под глиной а вот здесь если внимательно посмотреть тут также можно увидеть как вроде бы вроде бы как бы ну по крайней мере я так вижу сошла небольшая сель или водная эрозия здесь размыло небольшой участочек и начала наше скальное образование обнажаться так что везде здесь где бы не копнуть мы увидим на такие вот странные оплавленные горы вот такое у меня наблюдение на сегодня дорогие друзья вот здесь также и по этой фотографии это отлично видно какие на самом деле горы у нас под слоем глины а также давайте еще кое-что интересное я вам покажу что можно увидеть в азербайджане но уже не восточном а в центральном как я понимаю вот здесь меточка у меня равнина выше гор называется я раньше всегда им представлял что равнины могут только быть между горами а тут получается равнина выше гор вот посмотрите как все это на самом деле выглядит вот они горы а сама равнина выше гор не правда ли интересно и равнина это на высоте 576 в среднем ну а где-то выше я как смотрю 600-620 метров над уровнем моря и по моим ощущениям что это равнина гораздо дальше проходила вот до этого места отдали ее какой-то очень уж большой водной эрозии размывая как видите исчезает эта равнинка со временем на многие десятки километров проходит также меточка волна это нам также показывает с одной стороны ровная равнина а с другой уже горы идут ну и напоследок давайте вам покажу интересный мост который я в этом месте увидел по фотографии мост как видите древний держится уже на честном слове и жаль конечно жаль что никому до него дела нету как видите он разрушается но я думаю по нему еще ездит такой вот интересный мостик в этом месте вот так этот мост выглядит со стороны посмотрите на задний план как выглядит отвалы наши верни не отвалы а горы а также по google фотография мы видим то что здесь сейчас ведутся работы строят новую дорогу поэтому и мост скорее всего уничтожается то что новые дороги строят это уже хорошо вот к старине я так думаю надо бережнее относиться дорогие друзья это все-таки память на этом я этот короткий обзор азербайджане заканчиваю надеюсь он вам понравился и был полезен а на этом все всем до новых встреч